Вопросы образования 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 Инициатива ранжировать инагентов по степени риска накануне прозвучала в Государственной Думе. Автор идеи, депутат от ЛДПР Андрей Луговой также предложил создать библиотеку инагентов, где будет аккумулироваться информация об их деятельности. Основания включения, разъяснения о спонсорах, конечных бенефициарах и прочие объективные сведения. Война против России вступила в фазу открытого противостояния всему русскому. Для Запада на кону власть над миром, для нас многополярность, самобытность и уникальность народов. Россию объявили врагом русофобствующие страны. Со стороны шакали и стаи участились диверсии, творимые в белых перчатках. В сфере экономики, науки, образования, кровавые пифомансы, теракты, провокации с целью госпереворота. Враг по обе стороны фронта. Там за ленточкой врага видно сразу, он по ту сторону автомата. Внутри страны враг среди нас. По сути, он рядом был всегда. Образовательные секты, научно-культурные ячейки, театрально-художественная богема и, конечно, политическая элита и олигархат. Часть из них – носители чуждой идеологии. Так называемые идейные лидеры вместе с чемоданами упаковали остатки дряной совести и укатили за границу. Все ли из белых эмигрантов являются иноагентами и стоит ли возвращать вспять миграционные потоки – вопрос открытый. Но стоит чётко понимать, что каждый из бежавших на сегодняшний день находится на карандаше у насранных спецслужбах. Латентные предатели иноагенты в изгнании являются тявкающим эхом коллективного Запада. Их роль – массовка, русофобский русскоязычный рупор. Но в стране осталась пятая колонна, которой отведена решающая роль в подрыве России. И из того, как скоро мы сможем перекрыть кислород этой сволоте, зависят сроки нашей победы в войне. Пришло время спящих. Запад активировал слой русофобствующих диссидентов, с каждого по мере возможностей в общий котёл русского бунта. Год назад мы приняли закон об иноагентах. Отовсюду понеслись визги. На каждое наше движение возбуждалась стая западных выкормышей. Решения сопровождались смердящими комментариями. Но мы выстояли и пошли дальше. Мы успешно справились с частью иностранных захватнических программ. Например, перекрыли вредоносную стимидиальную программу «Чивнинг» британского совета по заказу форин-офиса. Но 300 завербованных выпускников сейчас трудятся где-то на территории России. Мы прикрыли британский совет, перекрываем финансирование НКО, выявляем отдельных пособников Запада. Необходимо ужесточить требования закона, так как наша фракция считает, что статьи этого закона оказались слишком веганскими, а наказание несоразмерно ущербу от пятой колонны. Над принятием законов думают сотни, а как обойти думают миллионы. Мы не хотели простого противостояния, мы не искали врагов, нам хватало друзей. Но в итоге за короткое время мы прожили несколько стадий принятия того, что враг рядом с нами. Шок, отрицание и неверие. Началась стадия восприятия иноагентов, какие у него есть. Итак, враг среди нас. Его можно назвать иноагентом, сателлитом, пособником. Суть одна – предательство и готовность произвести диверсию. Поэтому, я считаю, надо продолжать нам работу над этим законом. Участники специальной военной операции, возвращающиеся сейчас в свои родные города, особенно те, кто получил инвалидность, остро нуждаются в реабилитации. Один из надежных способов, как можно быстрее вернуться к полноценной жизни – это спорт. Депутат ЛДПР Сергей Леонов предложил создать программы спортивной адаптации для участников СВО. Нельзя забывать о том, что спорт начинает приобретать еще большее значение сейчас, когда с фронта возвращаются наши ребята, для которых это не только элемент адаптации и реабилитации, но и способ развития профессиональной спортивной деятельности. В этой связи, уважаемый Олег Васильевич, просим обратить внимание на программы и механизмы спортивной адаптации для участников специальной военной операции. Учитывая опыт специальной военной операции, нужно внимательно отнестись к развитию авиамоделизма, судомоделизма. Это ребята готовые, операторы беспилотных летательных аппаратов, конструктора, инженеры. Важная новость для автомобилистов. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Теперь документ автогражданской ответственности можно будет оформлять даже на один день. Инициатива была предложена ЛДПР. И стоит отметить, что уже в первом чтении была поддержана правительством, профильным комитетом и парламентом. Законопроект, который был внесен депутатами фракции ЛДПР, касается он всех тех, кто управляет транспортными средствами, и касается автострахования автогражданской ответственности. Сегодня срок заключения договора ОСАГО – один год. Мы предложили, и в первом чтении эта инициатива была поддержана, поддержало и правительство, и профильный комитет, и Государственная дума дать право автовладельцам заключать договор ОСАГО на период от одного месяца и больше. В первом чтении концепция была поддержана, во втором чтении были внесены соответствующие поправки, и теперь два вида страхования. Один вид – это долгосрочный договор ОСАГО. Период его – один год, но определенный период из этого года можно пользоваться и быть застрахованным. И есть краткосрочный договор до трех месяцев. Соответственно, теперь можно будет заключать до одного дня. Даже на один день, если тебе нужна страховка, можно будет заключить. Это то, о чем ЛДПР говорила пять лет назад, и мы соответствующий проект закона вносили в Государственную думу. Это правильно. Сегодня, выезжая, например, за границу, вы можете застраховать жизнь и здоровье на то количество дней, сколько дней вы будете находиться за границей. Почему нельзя было то же самое сделать для страхования автогражданской ответственности. Поэтому мы поддерживаем законопроект, мы благодарны, что, наконец, инициатива здравой ЛДПР доходит до логического завершения и будет поддержана. Автомобилисты, они этого ждут. И недавно у нас состоялось заседание совместное с представителями отрасли такси. И они просили быстрее принять эти поправки, говоря о том, что многие таксисты сегодня являются самозанятыми. Они работают в месяц несколько дней или могут работать всего один месяц. И для них крайне важно иметь возможность без нарушения ПДД ездить. Для этого им необходима ОСАГО краткосрочная, что теперь мы и делаем. Кроме этого, мы наставим на наши идеи. Мы считаем, что ОСАГО, привязанное к транспортному средству, это нелогично. Страхуется автогражданская ответственность. Ответственность конкретного гражданина. Поэтому привязывать полис надо к конкретному гражданину. Но, учитывая существующую систему, надо предложить альтернативу. Гражданин выбирает, как ему страховать. Либо полис привязывается к конкретному транспортному средству, и указывается перечень лиц, кто имеет право допуска для управления этим транспортным средством. Либо конкретный гражданин покупает на себя страховку и управляет транспортными средствами этого класса любыми транспортными средствами. У него его ответственность застрахована.